ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ У меня есть очень интересная информация для вас, и она касается ноутбуков. Тянуть не буду. Представляю вам новые игровые ноутбуки Aro G-Strix G15 и G17 Advantage Edition. Наше плодотворное сотрудничество и партнерство с AMD расширяет границы. Мы создали первые в мире ноутбуки с графическим процессором AMD Radeon RX 6800M в паре с высокопроизводительным процессором AMD Ryzen 9 5900HX. Все внутренние компоненты AMD обеспечивают феноменальный игровой опыт для всего, от профессионального киберспорта до повседневных задач и развлечений. Дизайн, вдохновленный спортивно-современным стилем, как и вся наша линейка ноутбуков Strix 2021, Strix G Advantage Edition разработан, чтобы произвести впечатление на каждого. Он красив и прекрасен со всех сторон. Уникальная эстетика включает в себя сменные накладки Armor Caps для персонализации и освещения Aura Sync, который позволяет полностью настроить внешний вид под свой вкус. Доступны два варианта дисплея для того, чтобы пользователю было комфортно и приятно играть. Full HD разрешение с высокой частотой обновления 300 Гц и 3 мс времени отклика. И более высокое разрешение WQHD с частотой обновления 165 Гц и сотоком в 3 мс. Экраны размером 15 и 17 дюймов дополнены технологией поддержки FreeSync Premium для сверхкладкой графики. Инновации в области интеллектуального охлаждения RUG выходят на следующий этап – новый уровень, повышающий производительность. В качестве термоинтерфейса используется жидкий металл как и на процессоре, так и на графическом процессоре в сочетании с испарительной камерой с полным покрытием. Это обеспечивает геймерам устойчивую и стабильную мощность, необходимую для более длительных игр под нагрузками и для многозадачных работ. В ноутбуках установлена двухканальная оперативная память высокоскоростного стандарта DDR4-3200. Ее общий объем составляет 32 ГБ, что будет более чем достаточно для многозадачного режима. Хранилище объемом на 1 ТБ сверхбыстрого SSD-накопителя NVM Express. Но если и этого мало, в Strix G Advantage Edition можно легко добавить еще терабайт дополнительного пространства, так как они поставляются с дополнительным слотом M.2. Потрясающе мощные и красивые игровые ноутбуки. В одних из следующих выпусках я обязательно вам расскажу про эти версии поподробнее. Ну что ж, вот нам наконец-то Ubisoft огласила официальную дату релиза Far Cry 6 и показала новый геймплей игры. Как ранее уже было известно, события развернутся на вымышленном острове государства Яра, которым правит диктатор Антон Кастиль, сыгранный актером Джан Карло Эспозито. Народ не очень доволен своим правителем и организовал сопротивление, к которому и присоединится игрок. Играть можно будет как за мужчину, так и за женщину. К сожалению, в Тропической Республике нет современного оружия, поэтому сопротивление используют в основном старые образцы оружия, которые модернизируют собственными силами и любыми подручными средствами. Некоторое оружие и вовсе будет самодельное, например, автомат, стреляющий с CD-дисками. Это меня очень, кстати, позабавило, когда я увидел этот момент в геймплее игры. При этом он еще и с них музыку проигрывает. Убивать противников будет весело. Также появятся и специальные военные гаджеты и используются весьма оригинально. Например, ракетный ранец, с которым полетать, конечно, не удастся, но можно поджарить ближайших врагов. Или ракетница с несколькими стволами, которая выстреливает на определенную территорию спереди героя, позволит уничтожать даже танки. В игре вновь появятся боевые товарищи, которых можно брать с собой на зачистку мира. Особое внимание уделили двум. Первый — собачка-инвалид, без задних лап, которая понравится игрокам, предпочитающим стелс. Своей милото она может отвлечь противника, пока игрок подкрадывается сзади, чтобы всадить нож в шею. А второй напарник — настоящий аллигатор в стильной футболке и золотым клыком. Хитрости от него ждать не приходится, он просто ест противника. Также Far Cry 6 выделяется локациями. Кроме привычных для серии джунглей или деревень, появится целый город, столица Яры, с высокими зданиями, чего ранее в серии не было. Будет где разгуляться. Помимо этого будут различные сторонние второстепенные активности и задания, в том числе охота и мини-игры. Far Cry 6 выйдет 7 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На новых консолях тайтл будет поддерживать 4К разрешение и 60 кадров в секунду. И еще один официальный релиз. Как же долго разработчики тянули с датой. Но теперь-то мы знаем. Dying Light 2. Выход игры состоится 7 декабря. Студия Techland провела стрим по Dying Light 2 и наконец-то анонсировала дату релиза и официальный подзаголовок — Stay Human. Польский зомби-экшен с ролевыми и шутерными элементами выйдет 7 декабря на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch. Также был представлен свежий геймплей. Что одно из самого важного было отмечено из стрима с разработчиками. Главного героя зовут Эйден Колдуэл. Он член изгоев, который путешествует по миру. Он ищет своего родственника, который поможет найти ответ на вопрос, кем является Эйден. Он не одинокий волк, который способен заводить друзей. Паркур стал динамичнее и быстрее, возможностей стало гораздо больше. Количество движений по сравнению с первой частью удвоено, будет более 3000 анимаций. События Dying Light 2 происходят через 20 лет после финала первой части. Остановить зомби-апокалипсис не удалось. Не помогла ни стена вокруг Харана, ни другие действия мировых лидеров, и вирус распространился по всему миру. С момента апокалипсиса прошло 15 лет. В игре будет несколько фракций, одна из них Night Runners, бывшие военные, которые помогают простым людям. Бандиты, конечно же, тоже будут, куда же без них. Ночью будет очень опасно, потому что все зомби выходят на улицы. Они будут отличаться от основной игры. 15 лет мутации не прошло даром. Зато ночью можно будет изучать опустевшие гнезда и собирать полезные материалы и предметы. Ну и самое главное, играть в первую часть для понимания сюжета не обязательно. Кстати, в нее играли 23 миллиона человек, хотя еще пару лет назад их было 17. Видимо, те, кто не дождались сиквела, начали играть в оригинал. В Overwatch начали банить геймеров, играющих на Linux. Баны в многопользовательских играх — обыденное явление. Чаще всего разработчики блокируют пользователей, которые нарушают правила, читерят, используют различные хаки или просто портят жизнь окружающих. Однако в Overwatch пошли еще дальше и начали банить тех, кто играет в их шутер на операционной системе Linux. Об этом в своем твиттере заявил бывший профессиональный игрок в Overwatch под ником Carter. По его словам, на прошлой неделе Blizzard забанила около 10 тысяч аккаунтов, половина из которых — это геймеры на Linux. Судя по всему, баны связаны с тем, что для запуска Overwatch на Linux приходится пользоваться сторонними приложениями, вроде такие как Wine. Видимо, игра рассматривает такие программы, как вредоносное или хакерское ПО. В любом случае, попавшим в One пользователям остается лишь надеяться на то, что разработчики вникнут в их проблемы и разблокируют аккаунты. Летающий город в Италии в новом сюжетном трейлере Valorant. Riot Games продолжает развивать сюжет соревновательного шутера Valorant. В годовщине релиза компания выпустила трейлер раздвоения, который продолжает события игры. В Италии в воздух поднялся целый город после мощного взрыва. Видео встречает зрителей показом новостей о произошедшем в Италии. Напомню, именно там джет установила Spike, в результате чего часть итальянского города, предположительно Венеция, взлетела в воздух на десятки метров и стала картой Ascent. Как говорится в новостях, радионит может быть одной из причин такого события. В ролике показаны яркие бурные события. Из дальнейших разговоров становится понятно, что Spike отключает гравитацию не просто так, а выкачивает при этом радионит. Чтобы его обезвредить, нужен тот самый прибор, который каждый игрок хоть раз использовал, обезвреживая Spike в игре. Но ему не хватает радионитовского ядра. Но конечная сцена ролика демонстрирует, как Феникс-двойник приходит как будто в другое, теневое измерение, в котором его ждет остальная команда двойников. После этого нам показывают разделение земли на две версии, одна обычная, а другая населена двойниками. Именно эти двойники и сражаются против оригинальных агентов, пытаясь установить Spike и украсть радионит. Напомню, Valorant доступна бесплатно на PC, скачать и поиграть может каждый желающий. Альфа-тест грядущий Battlefield может стартовать уже в июле. Battlefield одна из самых ожидаемых игр 2021 года. В последние пару месяцев вокруг шутера происходит много различных утечек. По данным инсайдеров, в сеть уже утекло около 80% трейлера, правда в плохом качестве и с низким разрешением. Кроме того, есть разговоры о том, что на самом деле этот ролик для внутреннего пользования, и его не будут представлять публике. Теперь же инсайдер Том Хендерсон, который уже неоднократно публиковал корректную информацию по Battlefield, сообщил, что альфа-тестирование Battlefield должно начаться в июле, сразу после того, как игру покажут на EA Play. По его словам, доступ будет открыт сразу после ивента, который пройдет 22 июля. Модер воссоздает вырезанный синглплеер в Wolfenstein Enemy Territory. Модер William Forr задался целью воссоздать вырезанную сюжетную кампанию из Wolfenstein Вражеская Территория. Шутер вышел в 2003 году и был ограничен мультиплеером, хотя синглплеер изначально был в планах у студии Splash Damage. Чтобы восстановить утраченный контент, модер использовал 6 карт из онлайн-режимов тайтла. Forr уже известен по другому масштабному проекту под названием RealRTCW, включающий новый графический рендер, расширенный арсенал, переосмысленную механику стрельбы, новые высококачественные модели, текстуры и звуки для классического Wolfenstein. Фанатский синглплеер Wolfenstein Enemy Territory выйдет 19 ноября на modb.com и 30 числа в Steam. И насчет Steam. В Steam изменится дизайн экрана загрузок. Последним на данный момент визуальным обновлением клиента Steam стала переработка дизайна пользовательской библиотеки. Теперь, судя по очередным находкам Павла Дюмдика, Valve намерена переделать визуал экрана загрузок. Павел получил доступ к новому интерфейсу, загрузив бета-обновление Steam и ведя специальную команду. Создатель SteamDB также рассказал, что Valve работает над новой страницей настроек Steam, но получить сейчас к ней доступ очень сложно. В том же апдейте появился раздел диагностики подключения Steamworks. Ранее тот же DuneDick нашел в бета-апдейте Steam упоминание о портативной консоли Valve. Ну а на сегодня у меня все. Я с вами уже по традиции не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, это ROG Pulse. Следите за новостями. Republic of Gamers будьте с нами. Держите руку на пульсе. Будьте в тренде самых свежих и последних событий. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok